День с толком В Рубцовске скоро исчезнет стационар туб-диспансера. Минздрав ищет новые площадки. Водительские удостоверения могут появиться у несовершеннолетних россиян. Что думают об этом барнаульцы? Мне нравится водить. Это не то, чтобы сложно, не то, чтобы легко, но нравится сидеть за рулем. Проблема в позитиве. Почему рекоператор с оптимистичным названием расстраивает жителей Славгорода? Собаки бездомные приходят, растаскивают. Кошки живут, мухи ужас. Детская площадка рядом. Комиссия Краевого Минздрава сегодня выбирала новое место для стационара Рубцовского туб-диспансера. Найдут ли подходящее здание, пока не ясно. После громкой истории с временным переездом стационара в другое место, скорее всего, в соседний Егоревский район, в Минздраве ищут вариант, который бы устроил всех. Но уже точно известно, что круглосуточное лечение в Рубцовске перестанут оказывать с середины декабря. Наш корреспондент Валентина Аскерова сегодня работает в Рубцовске. Она присутствовала на совещании спецкомиссии. Ей слово. Комиссия, которая обсуждала сегодня дальнейшую судьбу туб-диспансера в Рубцовске, состояла из пяти человек. Это главный физиатор Края, специалисты Минздрава и Роспотребнадзора. Они заявили, что круглосуточный стационар городской туб-больницы закроется уже 18 декабря, меньше чем через месяц. Таково требование надзорных органов. Они выявили здесь нарушения. Какие? Специалисты Минздрава комментировать пока не стали. Зато рассказали, где теперь лечиться больным. Ничего нового. Лебяжинский туб-диспансер. Что в 40 километрах от Рубцовска и краевой диспансер в Барнауле, до которого все 300. После совещания комиссия отправилась осматривать город, чтобы дойти какое-нибудь ранее, которое в будущем может стать Рубцовским туб-диспансером. А вот врачам и пациентам нового не надо. Их все устраивает. Они просят сохранить туб-диспансер, а не закрывать его, пусть даже временно. Ведь никто из пациентов не поедет лечиться за пределы родного города. Об итогах ее работы в Рубцовске и общения с местными врачами расскажем в ближайших выпусках. Переходим к другой теме. Халат на стиле мошенничества. Жители Славгорода жалуются на работу рекоператора с оптимистичным названием «Позитив-88». Мусорные контейнеры постоянно переполнены, коммунальные отходы на полигон вывозят редко, а вот щита выставляют вовремя и в полном размере. Что в Славгороде зимой и летом не меняет ни цвета, ни запаха? Как говорится, хоть ночью разбуди ответят. Ну и вот такую картину я наблюдаю каждый день. Соответственно, мухи, на балконе. Балкон открыть невозможно. Соответственно, запах в квартире. Это не мусорная площадка. Это свалка мусора. Все, что выпадет с бака, бросают. Собаки бездомные приходят, растаскивают. Кошки живут, мухи ужас. Тут такое, говорю, детская площадка рядом. Картина не меняется и зимой. Город буквально завален мусором. Отвечает за уборку рекоператор с названием, судя по которому, уже лет 20 в Славгороде должно быть чисто. Позитив 88. А Василий говорит, за свои полвека такого не видел. Удивился? Позитив. А этим пенсионерам и вовсе посчастливилось жить рядом с полигоном. Несет весь мусор с этой площадки до конца этого дома. Живем как на помойной, как на свалке. А вот ветеран войны, инвалид второй группы, сам вывозит мусор. Может же, чем не позитив. Еще и платит за это сам. А услугу они вам оказывали? Я ни разу не видел, и ни машины их, и услуги никакой не видел. Да, платят, рассказывают люди за вывоз мусора, 67 рублей в месяц с человека. Умножить на 38 тысяч жителей Славгорода. И вот опять позитив. За 10 месяцев рекоператор начислил 30 миллионов рублей. А фактически услуга была оказана всего на 10 миллионов. Региональный оператор как исполнитель за свои действия несет как гражданскую, так уголовную, так и административную ответственность. За деятельностью региональных операторов у нас осуществляют надзор и контроль, Роспотребнадзор и жилищные инспекции. Сами найти позитив горожане не смогли и написали коллективные жалобы губернатору в прокуратуру и в жилищную инспекцию. Просят провести проверку законности ежемесячных начислений, сделать перерасчет, вернуть переплату и, наконец, убрать мусор. В судах края в отношении ООО «Позитив-88» сейчас как минимум 12 исков. Но ведь еще не 88. И это позитив. Евгения Даровская, Андрей Печоркин. День с толком. А из соседнего города Ярового продолжают поступать новости. Едва теплоснабжение населенного пункта перешло в руки муниципального предприятия, а случилось это 4 дня назад, как ему направили судебный иск. Минприрода требует возврата с компанией почти 80 миллионов рублей. Как пока удалось выяснить Политсибру, речь идет о пене за несвоевременное внесение платы за пользование водным объектом. Частью озера Большой Яровой его используют для водозабора. Пеня за 9 месяцев 2018 года взыскивается в пользу краевого бюджета. В МУПе этот иск пока не комментируют. Кстати, этот долг не единственный. Как сообщают наши корреспонденты, МУП задолжал почти 250 миллионов рублей. В том числе и за поставку угля за прошлые годы. Что касается города, то сегодня температура в квартирах по-прежнему на уровне 18 градусов тепла, что ниже нормы. В 2020 году на социально значимые объекты региона потратят 8,5 миллиардов рублей из краевого и федерального бюджетов. Большую часть средств выделят в рамках адресной инвестиционной программы КАИП. На что направят деньги и в чем сложности их траты, расскажет Илья Кочетков. 246 – таков охват социальных объектов, школ, больниц, жилья для молодых семей, спортивных объектов. Краевой инвест-программы на следующий год. Наибольший объем финансированный на 2020 год предусмотрен на объекты отрасли образования – 42%. На отрасли здравоохранения запланировано 14,4%. Культура и спорт, соответственно, 664,11 и 10%. В этих рамках, например, в селах края появятся два десятка новых фельдшерско-акушерских пунктов. Продолжится реконструкция краевого противотуберкулезного диспансера. Откроют две школы, шесть детских садов, количество ученических мест вырастет почти на тысячу, дошкольных на полторы. Правда, такая скорость часто порождает проблему низкого качества строительства, говорят министры. В другом случае не хватает расторопности в подготовке документов, особенно в муниципалитетах, что затягивает сроки. Муниципалы, они даже не понимают, как разложить все. В электронном виде же у нас проходит. По папочкам разложить. Заявления не могут в состоянии расписать. То есть вот этот срок приемки проходит от двух недель и до полутора месяцев. Экспертиза не начата. Над решением этой проблемы в правительстве обещали подумать, что же до конкретных объектов, запланированных на следующий год, то в список также входят футбольные поля в Бийске и Славгороде, обводной канал в школе Олимпийского резерва «Погребли» на Байдарках и Каноэ, а также целый ряд объектов для развития туркластера в Белокурихе. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Не такие крупные, но все же обновления ждут Барнаул и в благоустройстве общественных территорий. Их выбрали сами жители. Накануне завершилось голосование. Свой голос отдали 50,5 тысяч человек. Судя по данным на сайте мэрии, выбор большинства пал на парк «Изумрудный» – 17% голосов. На втором месте с минимальным отрывом – Мизюлинская роща. На третьем – зеленая зона на пересечении улиц Усково-Взлетная. За эту тройку была настоящая борьба, так как следующий пункт – сквер Победы по улице Новосибирской – набрал неполных 10%. А самая большая зеленая территория города – парк «Юбилейный» в аутсайдерах – почти 4% голосов. Кстати, в телеграм-каналах уже обсуждают итоги, приводят статистику голосования и склоняются к тому, что массовые вбросы за кандидатов все-таки были. А другие, наоборот, подчеркивают, что проголосовать у них, как кстати и у нас, не получилось вообще. Администрация города официальные итоги голосования еще не комментировала. Идею выдавать права несовершеннолетним россиянам поддержали в ГИБДД. Такая информация появилась на днях после завершения форума юных инспекторов движения. Начальник ГИБДД Михаил Черников назвал выдачу прав бонусом для тех, кто правила дорожного движения изучает с детства и основательно, а не три месяца, как это происходит со зрелыми людьми в автошколах. Поддерживает ли инициативу Барнаульцы и приживется ли она, пытались выяснить наши корреспонденты. Мне нравится водить, это не то, чтобы сложно, не то, чтобы легко, но нравится сидеть за рулем. Да, да, не удивляйтесь, Владу 13, а он уже три месяца управляет автомобилем. Конечно, под руководством инструктора на автодроме делает змейку, заезжает в гараж, паркуется. В одной из автошкол Барнаула детей обучают спортивному вождению с 8 лет, а в 11 они уже участвуют в соревнованиях и получают разряды. Понятно, что собственные права у Влада появятся не раньше 18 лет, хотя если инициативу примут на законодательном уровне, то может быть и в 17. К слову, мнения Барнаульцев насчет возможного изменения возраста получения прав разошлись. Мне кажется, это не от возраста зависит, а от самого человека. Кто-то и в 14 готов, а кто-то и в 25 еще не созрел для этого. В 17 лет, мне кажется, не готовы у нас эмоционально дети садиться за руль и соблюдать правила дорожного движения, и как-то быть включенными вообще в процесс и понимать про безопасность на дороге. Здесь стоит уточнить, что выдавать права руководство ГИБДД, если и планирует, то исключительно тем, кто с детства изучал правила дорожного движения как юный инспектор, а после 14 лет в юношеских автомобильных школах. К тому же продолжительный период времени, а не 3 месяца, как это обычно происходит в случае со взрослыми. Если сейчас вот эту инициативу дать и просто посадить малышей за руль, они, конечно же, будут просто развлекаться в большинстве своем. И сейчас они катаются без прав. Многие берут машину, дают родителям эту машину, они катаются без всяких проблем. Просто мы знаем, что это заканчивается. Да. Когда ребенок с ранних лет тренируется, он уже это умеет. Это уже огромный плюс. И к 18 годам, к своей зрелости, когда он будет под присмотром взрослого, это наоборот здорово, что у него будет получаться набрать вот этот опыт. С точки зрения руководства одной из бурнаульских автошкол, представители Общероссийского народного фронта согласны, но отчасти и аргументы приводят весомые. Вопрос-то такой непраздный. Ну, случилось ДТП, а что делать? Кто будет отвечать? Родители ребенка, так как он несовершеннолетний. А на кого будет оформлен, например, полис ОСАГО? Вот эти все вопросы, они просто приводят к тому, что большое количество подзаконных актов на федеральном уровне нужно будет внести изменения. Инициатива ГИБДД, по мнению Марины Панкрашовой, направлена исключительно на поддержку Общероссийского проекта юных инспекторов движения. Так, к 2024 году должны появиться тысячи отрядов, в которых дети от 8 лет будут основательно изучать правила поведения на дороге. А вот получение прав несовершеннолетними, уверена она, совсем другая история. И хотя 13-летний Влад не против стать обладателем корочек к своим 17, ведь он и сейчас умеет гораздо больше, чем многие курсанты возраста его родителей, не факт, что инициатива даже при поддержке со стороны ГИБДД в скором времени станет законом. Татьяна Голубева, Николай Шелко, День с толком. Жительница Алтайского края может получить титул «Мисс Ветеринария». От привычных конкурсов с приставкой «Мисс» этот конкурс отличается тем, что в нем оценивается не длина, но кауровень интеллекта и профессиональный опыт врача. И сейчас ветеринару из Барнаула очень нужна поддержка. Все, моя девочка, все, мой зайчик. Шерстка в порядке, хвост пистолетом. Рацион Беляшика под контролем ветеринарного врача-диетолога. Для кошек и собак Ольга Косинова – самый добрый доктор. Уколы не ставит, не оперирует. Ее задача – подобрать питомцу питание, помочь ему похудеть, вылечить аллергию, а значит и продлить хвостатому жизнь. Врач должен не только правильно поставить диагноз, назначить лечение, но и донести до владельца, чем болеет его питомец и как нужно это правильно скорректировать. И вот успех лечения не только от врача зависит, но и того, как владелец понял, и что он дома дальше делает. Ольга – единственный в крае ветеринарный врач-диетолог. А еще она может стать «Мисс Ветеринарии». Каждый год на сайте «Ветеринария и жизнь» проходит конкурс, в котором принимают участие врачи со всей России. Сейчас у Ольги хорошие шансы на победу. Она собрала больше 8 тысяч голосов, но пока этого мало, чтобы жительница Барнаула получила заветный титул. Проголосовать за Ольгу Косинова можно на этом сайте до 1 декабря включительно. Кстати, общение с четвероногими для Ольги не заканчивается в 6 часов вечера вместе с рабочим днем, потому что каждый день дома ее ждут три кошки и собака, которых девушка когда-то подобрала на улице. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эволар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.